Библейский портал экзегет.ру представляет Мы переходим к 131-му псалму. Традиционно наши беседы записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. Основная тема 131-го псалма – Завет Господа с Давидом. Этот Завет связывает потомков, сыновей Давида, с храмом в Иерусалиме по данному псалму. С точки зрения композиции псалом можно разделить на несколько частей. Так, в 1-5 стихах напоминается о горячем желании Давида построить храм Всевышнему Богу. В 6-10 стихах повествуется о том, как ковчег Завета был перенесен во святилище. В 11-12 стихах – о клятве Господа Давиду, что его потомками станут наследниками престола вовек. А в 13-18 стихах восхваляется Сион, за которым узнается не только храм, где совершают свое служение священники, но и город Иерусалим, в котором правит царь, а нищие получают хлеб. Как видно, в контексте Завета вспоминаются не только потомки Давида, но и священники, ковчег Завета и Сион. Набор этих тем напоминает царские псалмы, а также псалмы Сиона. Содержание псалма перекликается с историей о захвате Давидом крепости Евусеев, строительстве своего дома и перенесении ковчега из дома Авидара на Сион, который с дня завоевания получил название «Город Давидов». Ссылка на клятву Давида, построить дом сильному Якова и на Сион, как избранное Господом для себя жилище, на первый взгляд намекает на царя Соломона. Помазанник из числа сыновей Давида – это, вероятно, один из царей, правивших в Иерусалиме задолго до Зарававеля. Главы репатриантов, которые надеялись на возрождение теократии в Иудее после плена. Автор второй книги «Паралипоменон» помещает отрывок 8-10 стихи из данного псалма в контекст молитвы Соломона на освящение храма. Этих слов нет в более древнем сюжете из третьей книги царств, также связанном с освящением храма Соломона. Отсюда можно сделать вывод, что автор книги «Паралипоменон» заимствовал некоторые выражения из псалма, а это означает, что псалом записан раньше, чем была завершена книга «Паралипоменон». Однако стиль псалма напоминает книгу «Второзаконие», и в силу этого некоторыми исследователями делается вывод, что гимн был записан незадолго до Вавилонского плена, когда ковчег был утрачен. Если просуммировать все точки зрения, то датировка псалма имеет очень широкий диапазон. От X века, то есть от времен Давида, до VI века, до Рождества Христова. Многие современные исследователи считают, что после Вавилонского плена псалом мог исполняться в храме за праздником Кущи. Рассмотрим детальнее стихи псалма. Первые два стиха. Псалом начинается с обращения ко Господу вспомнить все беды. Также здесь упоминается обещание Давида. Вспомнить – это не означает, что что-то припомнить из прошлого, как будто бы у Бога есть провалы в памяти. Вспомнить – значит, какие-то осуществить необходимые действия в пользу Давида. Сокрушение Давида указывает в данном случае не на добродетель кротости, как полагает святитель Иоанн Златоуст, а на те неприятности, с которыми столкнулся Давид, при выполнении своей клятвы перенести ковчег завета на избранное Богом место. После долгого периода его безвестного пребывания в Кириаф и Ариме. Упоминаемые в двух половинках второго стиха клятва и обед означают, по сути, одно и то же. При этом не указывается, намекает ли Давид на клятву о том, что он построит храм, или всего лишь подготовит безопасное для хранения ковчега место. В еврейском тексте псалма второй, четвертый и пятый стихи состоят из двух половинок каждая. И поскольку каждая вторая половинка семантически параллельна первой, и во второй половинке нет усиления идей, обозначенных в первой половинке, такие поэтические строки называют статическим параллелизмом. Это типовые примеры жанра поэзии псалтыри. Сильный Иакова является древним титулом Бога Израилева. Иаков в таком словосочетании, сильный Иакова, выступает не только как патриарх, а более как символ всего народа израильского, который, собственно говоря, получил свое начало от праца Иакова. Стихи 3 и 5. Форма клятвы Давида, употребленная в данном псалме, нигде больше в Ветхом Завете не встречается. Каждый из трех стихов данной клятвы состоит из двух параллельных и синонимических выражений. «Шатер дома моего» – это синоним выражения «моё ложе». И смысл фразы «не пойду отдыхать, пока не завершу дело». Синонимические фразы «сон глазам» и «дремание векам» составляют поговорку, которая в той же самой форме приводится в книге «Притч». Смысл поговорки «не позволю себе спать, даже смыкать веки, пока не выполню обещание». Текст клятвы Давида по греческой версии псалма более пространный. В частности, третий стих содержит дополнительную, третью фразу, которой нет в исходном еврейском тексте. «И покоя вискам моим». Место для Господа и жилище для сильного указывают на скинию, шатер, куда требовалось поставить возвращенный от филистимлян ковчег завета. Интересно, что книга «Деяний» также говорит о том, что Давид хотел найти для Бога место обитания в виде скинии, но затем Соломон построил ему дом, то есть храм. В шестом-седьмом стихах мы находим намек на перенос ковчега из Кириаф-Иарима в Иерусалим. Город Кириаф-Иарим располагался в 14 километрах к северо-западу от Иерусалима. Ковчег завета пребывал в этом городе около 20 лет после того, как его возвратили филистимляне, захватившие ковчег в бою после разгрома израильских вооруженных сил. Если учесть, что слово «иарим» означает «лес», выражение «на полях Иарима» может по-другому значить «среди лесных рощ», или даже «среди лесных холмов». И это в очередной раз говорит нам о том, что во времена дорожества Христова Палестина была покрыта лесами. Она не была столь пустынной, как сейчас, особенно в южной ее части государства Израиль. Ефрафа обычно ассоциируется среди исследователей с Вифлеемом. Вифлеем располагался недалеко от Кириаф-Иарима. Выражение «мы слышали о нем» в Ефрафе скорее всего говорит о том, что местонахождение ковчега стало известно некоторым лицам из окружения Давида, когда они находились в Вифлееме, то есть в городе, где Давид родился. Подножие его ног – это ссылка на ковчег. «После перенесения в Иерусалим ковчег был размещен во вновь построенной Скинии». Приглашение «пойдем к жилищу его, поклонимся» скорее всего повторялось паломниками, которые впоследствии пели псалом, приходя в храм на ежегодные религиозные праздники. И далее в 8-9 стихах мы переносимся в сам храм. Куда вносится ковчег могущества? Во времена исхода, когда поднимали ковчег для несения его по пустыне, Моисей обычно говорил «Встань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, Моисей говорил «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Главной святыней, которая хранилась в ковчеге, были две каменные скрижали, которые туда положил Моисей после заключения завета с Богом на горе Хариф. Над крышкой завета Бог являл свою славу, поэтому ковчег служил символом власти и славы Господа. Когда ковчег был с войсками Израиля, народ был уверен, что Господь таким образом вместе с ними путешествовал, вместе с ними воевал. Утере ковчега означало потерю Божьей защиты. Поражение евреев в битве с филистимлянами и последующая утрата ковчега были, конечно, шоком для всего народа, который впоследствии стал горестно причитать. Отошла слава от Израиля. Возвращение ковчега Поэтому было своего рода делом всей жизни Давида. Или, другими словами, наверное, самым главным делом жизни Давида после поражения Голиафа. После перенесения ковчега на Сион Господь словно пришел в желаемое место отдыха. Но при этом слово «покой» из выражения «место покоя» не говорит о бездействии Господа. Скорее, речь идет о получении постоянного места жительства. Господь не просто остановился отдохнуть на Сионе на какое-то время. Он там остался навсегда, на вечный покой. Зная, что Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, когда на его земельном участке пребывал ковчег Божий и, видя торжественное перенесение ковчега на Сион, народ, видимо, стал селиться поближе к новой столице государства. И постепенно Иерусалим стал самым многолюдным городом страны. Место покоя ковчега – это надежное место для хранения главной святыни. По внесении на Сион ковчег помещается в дальнюю комнату святилища, то есть в его святая святых, куда входят священники только в специальных одеждах и очень редко, раз в год. Псамопевец ничего не говорит об особенностях одежды священства. Его больше интересует их моральный облик. Одежда праведности, в которую облекаются священники, это символ чистой и непорочной жизни. Поскольку в параллель с священником выступают понятия «святые», следовательно, под праведностью выступают моральные качества человека, которые согревают и украшают его как дорогая и красивая одежда. Метафора облачения в праведность говорит о необходимой для священства привычке совершать добрые дела, быть посредниками в деле спасения между людьми и Господом через совершение жертвоприношений, объяснения закона Божия и людям и благословения во имя Господа, приходящих в храм паломников. Как ковчег служил знаком присутствия Господа среди израильтян, так и одежды, посвященных на священное служение людей, должны были служить внешним знаком чистоты и праведной жизни всего народа. Народа готова служить своему небесному Господину. Святые в данном случае – это люди Божии. Все вообще израильтяне, поскольку все они должны были вести благочестивый образ жизни. Они возрадуются, будут кричать от радости, ликовать, потому что, живя с Богом, обретут счастье. Такова идея псалма. В 10 стихе упомянуто слово «помазанник», который указывает не на самого Давида, а на какую-то царствующую особу из его потомков. Со словами «не отврати лица» царственная особа обращается к Богу за помощью. «Будь к твоему рабу всегда с открытым лицом, помогай, благословляй его труды». Помазанник твой буквально, то есть ты его сам выбрал. Некоторые исследователи полагают, что 10 стих относится к рассказу о перенесении ковчега во святилище и присоединяет его таким образом к 6 и 9 стихам. Другие считают, что 10 стих относится к завету Господа с Давидом, обозначенному в 11-12 стихах. Так или иначе, повествование до 10 стиха является прошением о помазаннике от лица псалмопевца. А с 11 стиха текст меняет свою направленность, и перед нами открывается ответ самого Бога на обозначенную псалмопевцем просьбу. Стих 11 повторяет мысли из первых двух стихов псалма. Однако клятва Давиду Господу теперь превращается в клятву Господа Давиду. Это истинная, верная клятва. Господь обещает Давиду утвердить царствование потомков его, что, впрочем, воспринимается как синонимы. То есть царствование Давида в лице его потомков. И вот это царствование должно быть вовек. От плода чрева твоего означает, что один из кровных сыновей Давида или череда его прямых потомков мужского пола будут восседать на Иерусалимском троне. Слово «сыновья» говорит не об одновременном царствовании нескольких сыновей, то есть соцарствовании их, а о последовательном царствовании, то есть о династии от отца к сыну. Таким образом, перед нами обещание Бога, что династия потомков Давида будет править над Израилем всегда. Однако это обещание будет выполнено при условии, что потомки Давида всегда будут соблюдать условия завета с Господом. Бог сам научит их своим откровениям, обязанностям царя для правильного управления народом Божьим. В отличие от других библейских текстов, данный псалом ничего не говорит о возможных наказаниях потомков Давида, если они нарушат уставы Господа и повеления его не сохранят. Отсюда можно сделать вывод, что псалом был написан в благополучные для потомков Давида времена монархии. После Вавилонского плена, как известно, правление династии Давидов не было восстановлено. Поэтому исполнение обещания Господа посадить помазанника на престоле вовек стало ожидаться в лице грядущего Мессии. 13-14 стихи. В них речь идет о Сионе. А Сион – это указание на храмовую гору или даже на весь Иерусалим. Господь избрал Сион как возлюбленное жилище и место покоя. Это единственное место в еврейской Библии, где Бог выступает как субъект глагола «желать». Тем самым, псалмопевец подчеркивает, что Давид был всего лишь инструментом в исполнении воли Божией, орудием его желания. Вселюсь, буквально буду сидеть, жить. Это сидение может также означать сидеть на троне, то есть править. Присутствие Бога среди людей предполагает, что Он защитит город со всеми Его обитателями и гарантирует успех царей Израилевых из числа потомков Давида. Первыми в ряду получающих помощь свыше по еврейскому тексту являются нищие. Это мы видим из 15 стиха. При этом никаких условий к нищим не предъявляется. Это не особо нуждающиеся, не особо добродетельные. поскольку под хлебом имеется в целом в виду еда, создаётся впечатление, что автор хочет сказать, что псалмопевец насытит всех жителей Иерусалима без разбора, праведных и неправедных. В греческих рукописях псалма вместо редкого слова «пища», которая указывает на «дичь», «ловитву» или нечто «съясное», может как раз стоять слово «капкан» «сеть», указывающая на объект добычи охотника или рыболова. Возможно, по некоторым греческим рукописам здесь когда-то стоял слово «вдова». Параллелизм между словами «вдова» и «нищий» в контексте 15 стиха выглядит более аутентичным, чем параллелизм между «пищей» и «нищим». На это, кстати, указывает святитель Афанасий Александрийский. 16 стих повторяет 9. Из-за исключения того, что вместо одежды правды у священников здесь теперь появляется одежда спасения. Это может означать либо то, что священники являются посредниками в деле спасения людей, либо то, что они наслаждаются спасением Божиим, то есть его благословениями в виде мирных и сытных периодов жизни государства. В любом случае, одежда спасения священства не означает, что их спасает какая-то специальная униформа или что они спасаются в отрыве от всего народа. Последние стихи Псалма, 17 и 18, звучат как положительный ответ Господа на просьбу псалмопевца о помазаннике Божием. Фигура речи «возвращу рог Давиду» означает «прибавлю силу», «дам тебе возможность родить сына, который будет могущественным». «Я поставлю светильник» означает «обеспечу преемственность династии». Образ горящей лампады как символ немеркнущей светлой жизни. Скорее всего, был взят из храмового ритуала, по которому лампады в святилище должны были быть неугасимыми, для чего священники собственно постоянно и поправляли в них фитили и добавляли масло. Таким образом, ожидается, что на Сионе родится могущественный царь, который, подобно Давиду, будет светильником Израиля, ярко горящей лампадой, освещающей все вокруг. Псалом заканчивается обещанием Господа посрамить, одеть в одежду стыда врагов царя и сделать его царство процветающим. Венец указывает на регалии действующего монарха и на благополучие его царствования. Поверженный на землю венец – это символ неблагополучных периодов жизни государства, которое подвергалось разграблению иностранными завоевателями, то есть времена, когда меркнул блеск царского престола. Ни один псалом, как 131-й, не прописывает так выразительно религиозные убеждения допленного Израиля о пребывании Господа в жилище на Сионе и о благословении династии Давида как помазанников божиих. Ощущая высокую тональность данного гимна, становится более понятна вся та глубина религиозного кризиса, с которым пришлось столкнуться народу, когда храм был сожжен вавилонянами и превратился в груды развалин, а сияющий венец монархии был повержен в грязь. Анализируя близость 131-го псалма с 88-м блаженный Феодорит Кирский полагал, что в обоих текстах пленные вавилоне просят Бога сподобить прощение, ссылаясь на данные Давиду обещания. При этом Феодорит отрицает, что рог Давида служит указанием на Заровавеля. Заровавель правил народом короткое время, рог означает нечто крепкое и постоянное. Отсюда напрашивается вывод, что пророчество псалма о сидящем на престоле от плода чресл Давида относилось ко Христу, как об этом пишет апостол Петр. Первомущник Стефан в своей пламенной речи также ссылается на фразу из псалма о молитве Давида «Найти жилище Богу Иакова». Оба заимствования в книге Деяний выражение из псалма указывает на христианское переосмысление ветхозаветных пророчеств, по которому обетование Давида Апомазаннике в полноте могло быть исполнено только в лице Иисуса Христа. То же самое можно сказать о служении священства. Автор-посланник евреям критикует левицкое священство, противопоставляя ему служение Иисуса как священника во век починами Хиседека. В новозаветной терминологии наряду с апостолами используются слова епископ и пресвитер, указывающие на иерархическое служение в церкви, в противовес храмовому иерархическому служению. Но тем не менее, ветхозаветные тексты, не утрачивая свое значение, но продолжая свою жизнь в новозаветном ритуале облачения пресвитеров. Так, например, при облачении православного пресвитера в ризу перед служением литургии им читается фраза из прока Исаии. «Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Эта фраза получилась в бытие в связи с ветхозаветным ритуалом. А продолжение литургической жизни данной цитаты из Исаии в новозаветную эпоху заключается не в том, что пресвитеры хотели заменить собой левитов в священном служении при храме, а в том, что как в ветхозаветном, так и в новом заветном богослужении к священнику предъявляется требование непорочной жизни, которая должна украшать его более, чем дорогие облачения. Если рядовой гость, пришедший на брачный пир единородного сына, не в брачной одежде, изгоняется во тьму кромешную, то что можно сказать о представителе иерархии, этические требования к которому гораздо выше рядовых членов церкви. Суд начнется с Дома Божия, с духовных начальств, которым было вверено пасти словесное стадо членов Церкви Христовой. Поэтому им в первую очередь необходимо блюсти свою жизнь, чтобы, совершая служение в белых шелковых ризах, явить пред Богом светлыми и непорочными одеяния души своей. Благодарю за внимание. Благодарю 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 Продолжение следует...